Обычная жилая пятиэтажка на КСК, но непростое соседство в ней царит. Пенсионерка, проживающая на втором этаже дома последние 6-7 лет, делает жизнь соседей невыносимой. Шалманы, распитие алкоголя, драки и полная антисанитария. Под откос жизнь Нины пошла после смерти матери, а затем и после убийства дочери в один из вечеров в баре на районе. А после того, как мать-то умерла, они с дочерью остались. Ну, жили вроде так нормально все. Она адекватна была, нормально все. Что всегда при параде, как говорится, нормально с тобой следила. А потом после того, как дочь погибла у нее, все. Она где-то года два еще терпела все это. И потом уже спилась. И спивается, и спивается вообще. Усугубляет положение и то, что, со слов соседей, женщина имеет некоторые психические отклонения и якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Обострение агрессивного поведения происходит на фоне алкоголизма и душевной травмы из-за потери родных. В 2018 году дочь у меня занималась этим делом. Ее никуда не могли сдать. Приезжала бригада-то. Она адекватная. Как мы ее заберем? Она не хочет. А если она не хочет, как ее можно? Хорошая знакомая когда-то, а теперь реальная угроза безопасности людей. Пенсионерка часто стучит в окна соседей, бросает в них разные предметы, может толкнуть кого-то или накинуться с кулаками. И, конечно, покрыть отборным матом. Примерно так она встретила и нашу съемочную группу. Звучит музыка. Женщина все же впустила нас в жилище, однако вины своей не признает ни в том, что похерила быт, и ни в том, что нарушает общественный порядок. И, скорее всего, это в силу заболевания. Она все еще думает, что ее мама на работе, а она тихо вяжет в своем кресле в прибранной квартире. Поэтому просит нас не натоптать. А это вы где служили? Да, я бывшая военная. А где служили? Ну, гарнизону офицера. Говорят, жалуются, в гости приходят? Да ну, никто не приходит. Никто? Нет, я кому что плохого сделала. Никто не приходит? Я вязальщица сижу, вязу, да и мама маленькая работает, потому что она. Квартира давно отключена от коммуникации, однако благами, если так можно выразиться, женщина продолжает пользоваться. Какой бы печальной ни была ирония, но в последние трезвые годы жизни женщина работала уборщицей помещений. Кажите, по-своему уже. Кажите. А что у вас запах? Канализация испортилась? Ну, унитаз пока еще нормальный, и то вот так включается. Куда уходите, мы все-таки? Так в туалете, под воду. Под это. Так вот, видишь, унитаз весь за этим все. Это не квартира, это ужас какой. Наверное, на помойках лучше живут люди. Ну, по идее, это да. Почище. Она вообще опустилась до неузнаваемости. Работники управляющей компании и сотрудники полиции по этому адресу частые посетители. По жалобам соседей навещают хозяйку почти так же часто, как ее спонтанно появляющиеся друзья. Она постоянно приводит бомжей с бомжатника, который у нас на труда есть. Вот она оттуда приводит бомжей к себе. Они у нее распивают спиртные напитки. Там и драки, там что-то у кокет. Наша администрация никак не может на нее подействовать. Почему? Потому что квартира у нее в собственности, родственников у нее нет. Родственник у нее один-единственный внук, который несовершеннолетний. В том, что случилось с женщиной, не виноват никто. Просто не смог человек совладать с собой на фоне случившихся трагедий до под влиянием алкоголя. Но и у соседей теперь иного выхода нет. Приходится искать управу через администрацию района. Но Василий Турсобаев, как и его глава, проблему десятков горожан решить не пытается. А ведь дом газифицирован. И один из веселых вечеров в этой квартире может трагически закончиться для жильцов всего дома. Без исходности я написала даже Сапожникову. Сапожников, мягко сказать, от меня отписался, что он даст поручение главе Черновского района. Но глава Черновского района в принципе никаких действий не ведет. На добровольное лечение в учреждении Нина вряд ли согласится. Однако опасное поведение для окружающих вполне может стать причиной принудительной терапии. Иначе, как показывает практика подобных ситуаций в других городах страны, выход один – выселение. И согласно Жилищному кодексу России, только администрация вправе подать иск в суд о принудительном выселении жительницы. Но, конечно, с дальнейшим ее переселением в изолированное от соседей жилое здание. Мы будем следить за ситуацией и обратимся в органы местного самоуправления с вопросом, почему никто так долго не принимает никаких мер. Тамара Ванфулли, Алексей Павлов, ЗАПТВ Редактор субтитров А.Семкин